Здравствуйте, у вас есть прекрасное, что сфотографироваться? Нравится информация. Старенье карты. Космография, которая была в середине XVI века, собрана не путешественником, не дипломатом, а ученым. Он собрал все имеющиеся тогда информацию, по кому-то по рассказам, где-то по изображениям, и издал целый труд, который назвал космографией, где не только приложил карты всех существующих на тот момент земель, но о которых знали, естественно, но и еще дополнительную информацию. И перед нами как раз земля Московия. Ну вот как нашу землю, мы назвали ее земля московитов, не Россия, не другие названия, именно таким образом, чего очень много считали тогдашней жизни Европы на нашей земле. Городов, да, вот красненькие все это города. Так же лесов, и так же на старинной карте еще пометили старинных, ну таких вот необычных жиротных, о которых, например, видите, изображение Тура, да, вот посерединке, а еще вот там вот вверху такое вот маленькое изображение рассамаха. Причем про это возлец знания так мало, что его рисовали весьма условно, и еще подписали, что это рассамаха, что боже точно, да. Потому что на современных картах обычно раз что подписывают, название городов, название рек, а тут подписали прямо название самого зверя. Еще одна карта, которая, опять же, была сделана иностранцем, но иностранец это неплохо знал славянские языки, поэтому, когда приехал к нам в Россию, прожил у нас практически 9 месяцев, понятно, решил составить свою карту нашей страны. И интересно в том, что вытиральше карту просто так перерисовать было нельзя, да, это была тайная информация. Поэтому Барон Гринштейн, он расспрашивал местных жителей, которые рассказывали ему то, что они представляют из своей семьи, и по этим рассказам была составлена вот такая карта, которая, наверное, мало, да, похожа на то, что мы сейчас с вами знаем по современному карту. Но здесь Барон еще очень интересно сделал, он разместил пути, вернее, способы, на которых он путешествовал, видите, да, зимой на санях, на кораблях, то есть те способы передвижения, которые он предпринимал, чтобы попасть к нам в Россию. И еще одна очень интересная карта, которую мы тоже поделили и не смогли. Первые карты нашей страны составлялись, в принципе, не для того, чтобы лучше изучить нашу страну, для того, чтобы лучше изучить маршрут. Маршрут из Европы на юг, да, то есть к Индии, к Персии, там, где очень много различных специй, различных тканей и так далее. Поэтому этот маршрут, видите, как видим, очень хорошо проработан. А все места, которых путешественники тогда ничего не знали, они заполнили изображениями. Причем изображениями очень интересного толка. Где-то там живут народы, которые поклоняются золотой бабе. Где-то там живут народы, которые поклоняются красному холсту. Где-то там живут народы, которые поклоняются вещателям, которые сидят на дереве, а захоранивают у них жителей леша, их, извините, не с головой. То есть такие поллегенды, полрассказы. Ну и также всякие диковинные животные, которые расположены на карте. Вот эти вот изображения, вот эти вот вставки очень долго были на картах. Сейчас мы увидим с вами, что даже на картах уже в середине 17-го века мы увидим уже Москву. Мы сейчас на современных картах тоже видим, да, то есть когда есть сама карта, и на ней, например, план более подробный, да, какого-то города. В данном случае тоже, видите, план Москвы. Или, например, путешественники располагали на картах те изображения, которые, опять же, их больше всего поразили. В данном случае, как выглядит город Архангельск. А вот еще путешественника сильно поразила русская баня. И он ее тоже решил изобразить. И мельницу заодно, чтобы показать своим сородичам, да, как выглядели вот эти объекты на Руси. То есть, по сути дела, карты превращаются уже не просто в карты, где источник маршрутов и разные населенные пункты, а произведение искусства. Но у многих карт есть даже такие, я бы так сказала, детективные истории. Вот про одно из них я бы сейчас с вами поговорю. Называется она «Новое географическое писание Великой Тартарии». Это еще одно из названий нашей России. И составил ее Иоганн Таберт. Это человек, который участвовал в Полтавской битве, выполнив сдача, чем она закончилась для шведов. Шведы были разбиты. И Таберт попал в плен. Он был человеком очень образованным, очень интересующимся. И стал расспрашивать всех, с кем он там находился. Больше хотел узнать о России. Но, сами понимаете, человек, который только что пленен, когда больше пытается узнать, что он собирается... Шпион. Шпион, правильно, что он собирается бежать. Ну, за это мы сослали еще дальше. Его сослали в Сибирь. Вот там, в Сибири, ему повезло. Тогдашний генерал-губернатор, где он находился, тоже интересовался историей, тоже интересовался картографией. И они, общаясь между собой, Таберт узнал очень много о тогдашней Сибири. Но, опять же, он составил первую карту. И во время пожара она погибла. Вторую карту составил, уже тоже по памяти. Попытался переправить ее на свою родину. Но карта по дороге, к сожалению, исчезла. Третью карту. Ну, и потом уже за ним начали следить даже, да, что он составляет и составляет свои бесконечные карты. Но на тот момент, в тот город, где он находился, прислали еще одного иностранца, фамилию Мистер Шмидт. Он приехал специально, чтобы изучать себе по повелению Петра I. И Мистер Шмидт добился того, что Таберта как бы приставили к нему в помощники, потому что он хорошо узнал, кто во времени уже всю территорию, и умел договариваться с местными жителями. И вот они уже вдвоем составляют подробную карту Сибири. Вот она перед нами. Если мы сейчас с вами сравним с современными картами, да, как мы сейчас выглянем с вами, то видно, что, конечно, они между собой отличаются. Но тем не менее, перед нами первая попытка показать, как выглядела наша с вами Сибирь. И удивительно, что эта первая попытка предпринята была как раз не русским картографами, а плененным шведам. Это интересно, это мы сейчас поговорим про картуши. И вот такие элементы на картах, их называют еще картушами. Это вообще-то элемент архитектурный, вы знаете, да, вот украшают здания иногда над входами, над дверьми, над окнами. Ну и в картах тоже они появляются. Вот на этом картоше Тальмирок изобразил себя, своего друга, мистер Шмидта, который поднимает занавеску, видите, как раз над картой непосредственно Сибири. Вот это вот страшное чудовище символизирует плен, в котором он был, и вот опавший после плена Окова, да, то есть то, что он освободился. Таберт, мистер Шмидта так увлеклись, даже когда их уже освободили, они еще несколько лет жили в Сибири, пока их уже не попросили наконец-таки уехать. Ну что ж, пошли дальше. Петр Первый. Мы сейчас с вами все время говорили про иностранство, да? То есть они составляли карты. Петр Первый предпринимает первую партнерку обучение собственным партнерам. Он открывает навигантскую школу. Вы наверное, все смотрели, как я говорила вперед. Ну вот это как раз про обувственников навигантской школы. То есть она была создана для того, чтобы вырасти в новое поколение образованных молодых людей, которые хорошо знают математику, географию и так далее. И вот выпускники навигантской школы отправляются со специальным заданием для того, чтобы хорошенько изучить нашу страну, Россию. И в течение 20 лет они собирают информацию. Потом эта информация вся собирается поедино. И мы видим одно из первых попыток изображения нашей страны, где она уже звучит как Российская империя. То есть уже как самостоятельное государство. А дальше мы видим, что следующие карты... Можно, да, дальше поделать? Следующие карты уже больше изучают вид нашей страны. И вот при Екатерине Вика, при содействии и помощи Михаила Новосова, собирается уже наиболее точная карта. И здесь мы опять видим изображение, которое украшает карта. Вода императрия Технотрония принимает дар уже более точную карту Российской империи. Ну вот этот первый раздел, где наш новка, совсем как точечка на карте. А сейчас мы рассмотрим уже более подробно планы на карте. Пойдемте, пожалуйста, подержим. С удовольствием. Итак, почти детективная история. Один купец, который жил в Западной Европе, решил, что он наладит поставку шелками. И снарядил для этого экспедицию, чтобы они нашли дорогу. Экспедиции дал корабль, дал подарков для всех царей, королей, которые попадутся к нему по дороге, этому представительству. Но представительство сначала корабль утопило, построило второй. Второй тоже, к сожалению, утопило. Подарки потеряла. То есть у них там была целая детективная история. Но, тем не менее, они нашли этот путь, его описали. А в состав этой группы, так скажем, путешественников, ходил Аган Колярий, который зарисовывал все то, что он видел. Потом свои рисунки, когда он вернулся домой, он отдал гравировщикам, которые принесли это уже на гравировальную доску. И было сделано первое печатное изображение Педникова Мограда. Вот перед нами планы. То есть каким стал Моград? Давайте посмотрим поближе. Вот наш лис от Гуссовного крема. Здесь Антоньев монастырь. А вот эти руины, которые на первом плане, это, так скажем, в современном языке, аллегорический образ. То есть после шведской оккупации, вы прекрасно знаете, что Новгород был под шведами, был сильно разрушен. Когда Адам Альярий приехал и уйдет на Новгород, он оказался не в очень выгодном виде. Поэтому вот этот символ разрухи Новгорода он изобразил вот именно в таком виде. А еще они побывали в Хутенском монастыре. И вот изображение Хутенского монастыря понесено отдельно. Помимо того, Адам Альярий еще дал подробное описание всего того, что он видел. И эти описания можно почитать, а не отопреков. Ну, помимо того, в Новгород приезжало очень много купцов, которые тоже зарисовывали Новгород. Николас Митсон много раз приезжал в Новгород, из даже его записки о том, куда написал Новгород, он сделал зарисовку вот этой вот центральной части Новгорода. Видите, сколько много церквей. Он в своем написании даже написал, что в Новгороде я увидел более 70 монастырей и церквей. Понятно, что их было гораздо меньше, если быть точным, было 64, но тем не менее он практически близко где-то приблизился. Потом он свой карандашный рисунок передал Питеру Ландеру Айто, человек, который печатал уже изображение. И при печати были дополнены фигуры, вот они его встречали на входе, да, эти фигуры вот отсюда, вот фрагментик, вот большая эта стена наша демонстрационная. Ну и добавили еще красивого воздуха. И получилась такая аппаратная картинка с изображением Новгорода. А вот на следующем изображении Новгород уже очень узнаваемый. Это тоже аппарат. Даманда Ландре, французский художник. Опять же, мы очень хорошо, да, просматриваем как торговую сторону, так и софийскую сторону. На мой взгляд, все очень даже узнаваемо, да. Очень красивые фигуры, потому что мы стоим на великой реке Вох, про эту реку написано у всех путешественников, про озеро Ильмень. Поэтому и вот эти-то изображения, фигур на лодках и кораблях, и на соемах, как их называют, да, на шарабацкий суд, здесь вот очень прекрасно представлены. А вот следующие четыре изображения, это результат доски порозного, если можно так сказать. А может быть рекламный. Демидовы, знаете, да, очень хорошо, который забрал, он держали большое количество заводов. Так вот, один из потомок Демидовых, никогда не жил в России, жил на Франции, жил на те деньги, которые уже давали, возведенные предками заводы, и он то ли тасковал по родине, то ли хотел прорекламировать, как бы современным языком сказали, нашу страну, но тем не менее, он заказывает несколько видов России, и в том числе и виды Новгорода. Вот перед вами они представлены. Но опять же, очень узнаваемые, да, сюжеты. Наш любимый Софийский собор, наш прекрасный крем, только со стороны, да, старого, и уже очень, уже узнаваемый. Посмотрите, мост на месте нынешнего пешехода, вот этот старый мост, которого не стало в годы Велика Отечественного. Наш крем, башня как бы, да, это изменилось. А вот здесь подписана сельская церковь, хотя в нынешний момент она далеко не сельская церковь. Это, если вы знаете, напротив театра драмы есть церковь Петра и Павла в Кожевниках. Представляете, такая красная кирпича. Раньше к ней была пристроена колокольная, но в связи с тем, что тогда это была окраина города, то, естественно, путешественник и художник перешил, что это уже сельская церковь, поэтому так и подписал свое изображение. Ну, а еще, на мой взгляд, очень интересное изображение Новгорода находится на картине в стиле Новгорода. Дмитрий Александрович Равинский, историк, собиратель искусства, собрал лубковые изображения России, в том числе, дала шоу-лист, посвященный нашему великому Новгороду. Помните, мы с вами видели план, да, на иконе? Очень похожие изображения, да? Время только башни немножко слегка видоизменились. Но иксеристик лубков вообще предполагает, знаете, да, что это картинки для простых людей, такие быстрые картинки, поэтому предполагает некую стилизацию. На мой взгляд, очень красивое изображение Новгорода, а вокруг в розетках изображение 32 монастырей, которые находились на территории Новгородского наместничества. То есть это когда еще не Новгородская область, и гораздо больше на север продлевалось наше Новгородское наместничество, здесь все эти монастыри, они изображены. Если вы захотите подробнее узнать про этот предмет, то во втором зале есть специальный контент, там описано каждое, вот название каждого из монастырей, где он располагается. Ну, а мы с вами продолжаемся дальше. Помните, мы с вами, я говорила, что нужно обратить внимание на весь план, да? Я вам сейчас скажу, почему. 1862 год. То есть вторая половина 19 века. В Новгороде происходит огромное позначение. Если хотите, можете прийти. Да, да, да. Огромное позначение события. В Новгороде открывается памятник тысячелетия России. На целую неделю весь императорский двор, все приближенные, переезжают в Новгород. Население Новгорода увеличивается в два раза. Естественно, что к этому событию очень сильно готовились. Было выпущено большое количество карт, путеводителей и других совершенно разных печатных изданий. В том числе Константин Бурковский, новгородец, это очень важно. Человек, который держал в Новгороде типографию, издает вот тот план, который мы с вами там посмотрели, цветной. А к плану прилагают виды Новгорода. Их всего должно быть десять. Ну вот в коллекции Алексея Валентиновича девять, вроде что-то десятый он еще гоняется за ним. Надеюсь, что он его догонит и не встретится. Но здесь что интересно, что Константин Бурковский пишет о том, что все эти изображения рисованы снатолы. То есть он не просто сел дома и по памяти нарисовал, а он вышел, как сейчас бы сказать, современным языком на пленэр и их изобразил. Поэтому здесь очень интересно посмотреть, как же город изменился. Ну давайте подъедем к некоторым изменениям. Вот на мой взгляд, это изображение практически изменилось. Ну вот если только часозвоник чуть-чуть, свой силуэт изменило. И здесь мы еще видим, где вот сейчас лекторий современный, там церковь ведения в охрану, ну вот около Софийского собора. То есть сейчас там купола нет, а этот купол мы здесь можем видеть. Ну и покрытие башни, да, Кремля немножко изменилось. Сейчас они такие, море шатровые. Ну что еще очень похоже? Ну мне кажется, что очень похоже сама площадь, где находится по мечети России. Практически изменился, да? Очень похоже. Ну вот здесь вот тоже вид с торговой стороны. Ну практически, кроме вот моста, да, то есть всего этого моста только изменился. Ну вот этот вид, который тоже практически не изменился, вид на Крем. А вот этот вид, на мой взгляд, изменился значительно, да, потому что этого памятника на Советской площади уже сейчас, вот этого памятника на Советской площади сейчас уже нет. Потому что это был памятник ополчиться 19-го года, который сейчас, естественно, снесет. Ну, очень интересный вид Нарюриково городище. Сейчас, конечно, церковь разрушена, мы его остановили, да, то есть частично были мы на Нарюриково городище, где там церквушечка, где здесь она находится. То есть некоторые виды очень похожи. На мой взгляд, здесь город, кстати, Бурковский изобразил в таком романтическом начале, да, такой вот, мне так почему-то кажется, что это рисунок для девочек, для девочек. Очень такой милый, прекрасный город. Событие этого, открытие нашего памятника России было настолько значительным, что это и брео мировой нашла. Поэтому это событие было публиковано и во французском журнале, и даже в американском журнале. И, по сути дела, для и Западной Европы, и для Америки этот памятник стал символом нашего города. Именно по этому памятнику, в принципе, наш город и узнавали. Ну вот, в этой части Алексей сказал, что он как бы закончил собирание своей коллекции, потому что дальше уже все виды Новгорода превратились уже в фотографирование. Потому что со второй половины 19-го, отчетов 20-го века преподавала фотография. Поэтому дальше Новгород мы увидим уже в изображении новгородских художников. Это картины наших новгородских авторов из нашей музейной коллекции. И здесь мы начнем, наверное, говорить в первую очередь об изображении десятилетнего монастыря. Наши колокольники, через нее входили, наверное, на территорию. Это рисунок, вернее так говоря, Илья Иосифовича Кушнира. Датируется она 48-м годом. То есть это практически сразу после войны. То есть в нашей колокольни был утрачен верхний шатер. Это то, каким увидел ее реставратор. Илья Иосифович Кушнир очень долгие годы работал архитектором, главным архитектором Новгорода, принимал непосредственное участие в восстановлении города. Ну а вот на работу Илья Иосифовича Николаевича Иванова, еще у наших самых замечательных, одной из самых замечательных художников. Новгород тоже предстает празднование дня города, 1125-летия Новгорода. Все очень узнаваемое. Наша знаменитая грибная школа, парусники, там по народу никакой самоизоляции могут себе еще позволить. Ну а здесь, я думаю, что если бы Новгородцы, да, в Новгороде родились и жили. Я случайно. Но у нас, не знаю, может быть, в вашем городе была такая традиция, у нас всегда стояли школьники около вечного огня. Всегда, везде, во всех городах. Да, это было почетное звание. И в пионеры принимали, и в комсомольцы принимали около вечного огня. В данном случае это изображала наша отельевская стена, вечный огонь, и здесь, видимо, я думаю, что вручение пионерских и комсомольских значков. То есть этот момент запечатлил художник. Ну а на этих двух работах мы можем увидеть уже Новгород современный. Это вид Накомова и вид вот на современный наш мост Александра Невского в акварелье Владимира Смиренко. То есть это уже город, тот, который сейчас. Ну, по сути дела, мы с вами, посмотрите, увидели сначала карты от России, фотографы Стреливана Наргорода, и теперь мы увидели уже, как Новгород, видели путешественники и наши неговородские художники уже сейчас. Если есть вопросы, я с радостью отвечу. Смотреть, где этот монастырь находится. То есть каждый фрагмент. Вот одна из наших карт, которые вот там вот расположены. Опять же, можно посмотреть в эти монастыри. Информацию про монастыри, если желаете, можно также посмотреть. Здесь такое желание. Ну, и с лопами, может быть, посмотреть какие-то детали, которые вам интересны. Ну, наша любимая карта. С тренбергом, это понятно, что уже личные отходы, где тоже можно более детально рассмотреть все картоши. И вот картош, где он себя избавил со своим звуком. И вот картош, где он изобразил такую символичную красивую картинку в символах. Если будут вопросы, то я здесь. Приятного посмотрим.